всем привет мои хорошие добро пожаловать на мой канал если вы новый то меня зовут Маша приятно познакомиться и этим видео я бы хотела начать такой марафон чистоты мы с вами будем прибирать всего лишь одну секцию в неделю вместе всего у меня получилось 13 секций которые надо будет разобрать поэтому в течение 13 следующих недель мы с вами начнем потихоньку наводить везде марафет расслабляться от ненужного отдавать вещи которые вы не носите таким образом конце 13 недель у нас будет в каждом отсеке красиво чисто и организованно я обожаю делать такие чистки и делаю их пару раз в год и в этот раз решила вас взять с собой для того чтобы мы смогли вместе везде прибраться навести порядок и подготовиться к весне так как я уже упоминала у меня получилось 13 секций первая секция с которой мы сегодня начнем это все что касается верхней одежды я не имею ввиду куртки и пальто имею ввиду больше свитера худи блузки и водолазки и так далее шаг 1 это собрать все вместе со всех мест где у вас лежат вещи у меня допустим не только в моем шкафу есть вещи но еще и в офисе комнате здесь вот у меня под кроватью я помню я туда откладывал пару джамперов и также в этом шкафу наверху я начну со шкафа и потом приду сюда удостовериться что я взяла все свои свитера и худи я недавно еще сходил кстати в келлер внизу там в подвал и тоже оттуда у меня целый чемодан каких-то вещей которые я даже забыла оттуда я тоже все верхи выложу и соберу это все сначала на кровати для того чтобы визуально понимать сколько у меня есть всего иногда вот так кажется когда шкафу лежит по ну меня немного ли я все это ношу а потом когда действительно знаете из каждого уголка шкафа повытаскиваешь вещи положишь всех на кровать у меня еще честно большинстве случаев шок потому что я думаю всегда что у меня меньше чем у меня есть какие-то вещи как я сказала я вообще забыла поэтому очень важно подумать если у вас вне шкафа лежат какие-то вещи чтобы их тоже взять и все вместе рассортировать для того чтобы у вас была полная картина что происходит пока я буду разбирать вещи а также сделаю три кучки вещи которые на переработку у нас германии есть баки куда их можно кидать это такие вещи которые в таком изношенном состоянии их невозможно уже кому-то отдать вторая стопка это будет то что я отдам я всегда отдаю свои вещи либо сестре моего парня если размер маленький так как она метр шестьдесят и у меня есть некоторые вещи маленького размера тогда я ей отдаю а если вещь моего размера или немного оверсайз тогда я это даю девушки своего брата так как мы с ней одинакового размера и мне очень нравится ее стиль и нравится мой поэтому мы с ней в этом плане спелись очень и третья кучка это вещи которые я постараюсь если получится продать я на три месяца их выставлю на сайт если никто не напишет и не проявит интереса тогда я просто своим друзьям может быть предложу если кому-то понравится мне так приятно иногда кому-то что-то даже отдавать то что я допустим долгое время не носила или купила и поняла что мне эта вещь просто не подходит бывают ошибки все мы делаем это нормально не переживайте мне кажется в этот раз я много чего избавлюсь я уже просто наметил в голове от каких вещей я давно хотела избавиться и пришло их время как я вас и учила прежде чем мы начинаем разбираться включаем свой любимый сериал делаем свет чтобы было удобно можно поставить свечку или побрызгать каким-нибудь парфюмом для дома для того чтобы морально настроиться и я предпочитаю все вываливать на кровать во первых потому что самый простой вариант а во вторых вы не можете лечь спать пока не разберете потому что мне раньше была такая дурная привычка начать разбираться потом на полпути я устаю или переключаюсь на что-то другое потом у меня в итоге вещи валяются неделями чтобы этого избежать я выгулю все на кровать и я предполагаю что у меня все это займет максимум два часа я не думаю что больше сейчас 4 15 и последнее что хотела сказать прежде чем мы начнем убедитесь что вы носите что-то такое что будет легко снять и одеть так как для того чтобы понять хотите ли вы оставить вещи или нет очень часто помогает я просто надеть посмотреть как вы в ней выглядите и также я не наносила тональник для того чтобы просто не испачкать какие-то кофты поехали и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Итак, в общем, я практически закончила. Это все вещи, которые я отдаю. Это вещи, которые в таком состоянии, что отдать нельзя, поэтому я их положу в контейнер. Потом здесь вещи, чтобы постирать. Это мне надо будет померить две блузки. Это все пулловеры, худи, свитшоты, которые я оставляю. Это костюмчики, я их тоже разобрала. И также вот эти свитера и кофты я все оставляю. У меня остается все это. Здесь у меня новогодние свитера, которые мне до следующего года не нужны, поэтому я их уберу под кровать. Я избавилась от довольно-таки большого количества свитеров. Тут еще шапки и шарфы были в этом чемодане снизу. Я решила их тоже разобрать. Там вообще шапки, которые я даже не знала, что у меня есть, либо те, которые я не ношу, потому что они мне малые. Эту кофту я решила сделать пижамной, так как я ее неправильно постирала и на ней пятно. Поэтому я думаю, месяц еще поношу как пижамную, а потом тоже в этот контейнер кину. И здесь я все разобрала и развесила по цвету. Отсюда ушло немного, потому что я эту часть недавно разбирала. И ее уже немножко до этого расхламляла. Но теперь все просто более аккуратно. Здесь все три мои кофточки, я их повесила рядом друг с другом. До этой секции я пока не добралась. У нас на следующей неделе будет низ. А пока я разобрала только вот это все. И до платьев я пока тоже не дотрагилась. Платье я расхламлю тогда, когда я буду низ тоже делать. И здесь эту секцию я практически не трогала. Это все мои такие более-менее дорогие вещи. Там пиджаки, платья, всякие блузки. Из такой всякой деликатной ткани. Поэтому эту секцию я даже особо и не трогала. Так как все, что у меня там висит, это я точно не хочу от этого избавляться. Или продавать, или отдавать. Здесь у меня остались костюмчики, которые я тоже сделаю на следующей неделе. Когда буду делать низ. Вот эту секцию я тоже не трогала. Потому что я отношу это более-менее к домашней одежде. И очень много есть футболок, которые я ношу и дома, и на выход. Поэтому эту секцию я тоже буду разбирать через пару недель, когда буду делать домашнюю одежду. Сюда сейчас я положу все свои свитера. И сюда положу все худи, которые у меня сейчас на кровати лежат. И в принципе, получается, я закончила. Я оцелекалась на час, так как мой молодой человек пришел. Но сейчас только 5.30. Получается, с учетом того, что сейчас мне минут 10 понадобится для того, чтобы все разложить и распределить вещи, которые я отдаю по сумкам. В целом у меня на этот процесс вышел где-то час, может час-двадцать. Вполне реалистично. Как раз завтра выходной. Поэтому, если хотите, можете тоже разобрать свои верхи. Давайте будем расслабляться вместе. Каждую субботу я буду выставлять видео из серии расслаблений. Где я буду проходить по каждой секции, чтобы убедиться, что у меня только те вещи, которые я действительно использую, ношу и которые мне нравятся. И чтобы вещь была удобная, это тоже очень важно. Так как у меня было очень много вещей, которые я знала, или мне не подходили по размеру, либо чесались. От этого всего я избавилась. Теперь убеждаю, что когда я что-то покупаю, чтобы это было мягкое, подходило мне по размеру. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Желаю вам прекрасного дня, утра, вечера, ночи, в зависимости, когда вы это смотрите. И пока!